Слава Богу! Мы пришли порадоваться с Ним, потому что это есть наша часть, наше благословение, наш мир в Господе. Хвала Ему! Сегодня у нас особое служение, у нас есть гости сегодня. У нас сегодня служение, когда мы будем молиться за детей наших, деток, благословлять, приносить при лицах Господа. Сегодня у нас особое служение, потому что мы сегодня имеем мир в сердце, наш мир с Богом. Мы имеем сегодня утешение в Духе нашем, и я хочу вам сказать, что без Него у нас ничего не получится. Поэтому как важно, чтобы мы нуждались в Его присутствии, и чтобы слава, она неслась Его Святому имени. Что бы мы сегодня не слышали? Что, о чем нам сегодня не было бы говорено? Как бы песни мы сегодня не пели, но слава, она пусть несется нашему великому Господу. Аминь. Потому что Он достоин. Я хотел бы, чтобы мы еще коротенько встали на ноги и попросили Бога, чтобы было светлое служение, чтобы микрофоны работали, чтобы все пение, все это было во славу Божью. Помолимся. Господи, мы благодарим и славим Тебя. Великий наш Господь, Арбач и Робин, Ты сильный наш Бог, и мы сегодня благодарим Тебя. Ты наполняешь это место. Ты пришел, Господи, в Духе Святом. На это место мы чувствуем Тебя, потому что Твое прикосновение, и Твоя милость, и Твоя сила над нами. Слава Тебе. И я прошу благословить это служение. Благослови, чтобы работали микрофоны. Благослови, чтобы, Господи, все, что мы не делаем, словом или делом, чтобы это было во славу Твою. Прими сегодня наше благовение, и будь прославлен наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Амин. Присятие много. Я хочу сегодня поделиться тем коротким, небольшим словом, которое Господь дал мне сегодня, для того, чтобы нам совершить молитву над голосованием детей, для того, чтобы нам понять глубину и ответственность нашей жизни пред Господом, особенно в вопросе нашей жизни и нашего общения с нашими детьми, и плюс в наших домах и в наших семьях. Вы знаете, Священное Писание говорит от начала, есть одна такая сильная заповедь, которую Господь оставил, и она в Старом Завете находится, и Господь перенес ее в Новый Завет, и это заповедь, которая называется, я возьму это, прочитаю, с Ефесян, Павел пишет, глава 6, стих 2, «Почитай отца твоего и мать» – это первая заповедь с запятованием. И дальше третий стих говорит, «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Я беру этот стих в основание своей короткой проповеди. Я хочу сказать, что это очень сильная заповедь, эта заповедь благословенная. Я думаю, что много проблем, и здесь со 100% проблем, которые сегодня имеют семьи, имеют молодые люди, имеют дети, лишь только потому, что нарушена эта заповедь, к которой в нашей юности мы не брежно относимся, и не только в юности, даже в годах, когда уже мы начинаем вести семейную жизнь, у нас происходит очень трудность, в которой мы имеем ответственность за то, как мы относимся к родителям своим, и как мы их почитаем, как мы их уважаем, как мы о них заботимся, и это одна из важных частей Священного Писания. И здесь как будто вознаграждение. Господь говорит, «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Слава Господу! Вы знаете, от Иоанна Крестителя, последнего пророка, который был перед Христом, Слово Божие говорит, что Царство Божие силой берется, употребляющее усилие восхищает Его. Даже совсем недавно на разборе слова, я слышал такое слово, что разбирали в понедельник, что судьба все-таки человек от Господа. Но эту судьбу мы в нашей жизни иногда берем от Господа, иногда ее разрушаем, иногда утешаемся ею, а иногда просто теряем свою судьбу из-за нашей небрежности, из-за неисполнения Слова Божьего. И я хочу сегодня сказать, что это слово, оно будет касаться на сегодня. Я не очень-то, как бы, трудно мне говорить это слово, но его нужно говорить, потому что именно в этом слове заручен фундамент наших детей, нашей жизни и нашей вообще судьбы. Вы знаете, что Иисус, когда находился на земле, это Матвея 10 глава, 21 стиха, интересно сказал Иисус в пророческое слово. Он сказал такое слово, «Предаш же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их». Смотрите, я не знаю, достигли ли мы такого времени. Скорее всего, если сегодня посмотришь на мир, то в мире так и происходит. В мире происходит так очень страшно, что дети становятся с каждым поколением непослушней, с каждым поколением трудней, и приходит время, даже местами уже есть, чтобы оставить дети на родителей и мерчвлять их. Но где находится, на каком распуте находится церковь Господа Иисуса Христа? И я хотел бы, чтобы мы сегодня немножко поразмышляли. Вы знаете, в нашей жизни есть большая ответственность. Сегодня мы будем верить, как будем держать маленьких деток и прославлять и благословлять их при лицом Господа. И когда тут маленький детский хор находится, очень много деток выходит, петь и так далее. Но когда приходят уже молодые, молодая часть, отреки приходят, или же к молодежи, смотришь, уже почти 50%, если не больше, теряются молодых людей. Где они деваются? Куда исчезают эти души? Что происходит в нашей жизни? И вы знаете, я так думаю, мои дорогие люди, и они очень сильны в этом вопросе. Но я хочу вам сегодня сказать, что мы имеем право сегодня поразмышлять над этим вопросом, потому что Священное Писание говорит о том, что дети, Священное Писание, и Господь говорит, что это есть дар благословения. То есть это так благословится человек, который уповает на Господа, или в котором страх Божий. И написано, помните, Псалом 1, кажется, 126, что жена твоя, как плодовитая лазалдами твоем, но часто из этих плодов, они как будто с винограда падают, растаптываются, и их нету. Где они находятся, эти плоды? И с них никакой пользы. И это очень становится страшно. Поэтому нам есть о чем поразмышлять. Братья мои, сестры, Господь говорит сегодня твоему и моему сердцу, молодым семьям, пожилым семьям, мы уже прошли эту часть, у нас остались только внуки, на весь вопрос в том, что Бог говорит сегодня к такому возрасту, который держать на руках своих деток, или которые растят деток, а вместе с тем живут еще в доме с престарелыми родителями, с теми людьми, которые находятся еще в доме. И нужно смотреть, как увядает их тело, нужно смотреть, как им нужно наводить прическу, нужно смотреть, как за ними нужно ухаживать. И это очень большая проблема сегодня не только в нашем обществе, или каком-то другом, но во всем мире, потому что так устроена жизнь, и нам нужно очень сильно как бы порассуждать об этой проблеме, потому что эта проблема очень большая. Я так думаю, смотрите, каждому, каждой семье Господь дарует свой благословенный подарочек. И смотришь, родився малыши, отец нежно берет его на руки, мама берет на руки, она восхищается, она кормит ее грудью своей, она радуется, она восхищается, потом приходит 3 года маленькому мальчику, ребенку или 2 года, и потом родители очень сильно, мы улыбаемся, рассматривая разные капризы наших детей, и смотрим, наблюдаем за ними, и нам так весело, а потом приходит 14 лет, и эти капризы, они становятся, как большой кирпич, как большое препятствие, как преграда уже в воспитании, и уже родители не очень хорошо наблюдают тогда за своими детьми, очень трудно справляться с ними, я помню, как где-то, проходя с детьми в парке, я смотрел, как люди пожилые, обращают внимание на деток маленьких, как они радуются, а потом говорят, такое слово, я услышал, покажи мне этого мальчика у 14 лет, и я посмотрю, как он будет выглядеть у тебя, сейчас он красивый, братья и сестры, это же сущая правда, это правда, которая сегодня преследует нас, в нашей жизни, и мы иногда счастливы, а пора не счастливы, представьте себе, это благословение вдруг превращается в печаль, вдруг превращается в несчастье, вдруг превращается в негодование, я вынужден это говорить, не потому, что я что-то знаю очень много, но я сегодня вынужден напоминать, написано, а вы напоминаете, что Господи, что не умолкайте, потому что это требует Слово Божие, такой день сегодня молитва за детей, и я думаю скрыть одну такую, знаете, небольшую проблему, с которой мы очень легко вступаем врагу человеческому души наших детей, тех, которые дал Господь как благословение. Мне хочется сегодня прочитать один псалом, это псалом сотый, и чтобы мы немножко посмотрели, как и что требует Господь, когда ты получил благословенный плод на руки от Господа, который тебе дадит на короткое время, и ты должен с него воспитать человека, который будет угоден людям и пригоден для Господа. И вы знаете, это немножко трудно, как говорят в очах наших, трудно в наших глазах, трудно в наших очах, потому что пришло такое время. Когда-то Христос, вися на кресте, Он сказал, жены, не плачьте обо мне, на что? Но плачьте о себе и о детях ваших. Почему? Поправдаются, почему, Господи, это благословение, оно так приходит в нашу жизнь, а потом мы должны плакать о нем, потому что мы должны печать о нем. Неужели так враг очень искусно может обманывать верующего человека, дитя Божие, чтобы забирать души детей, и неизвестно, куда они исчезают. И я думаю, что нам, мои дорогие, хочем и не хочем, нам нужно сегодня посмотреть свое сердце, посмотреть на то, как мы поступаем в наших домах и в наших семьях. Не прилепится оно ко мне, сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать, тайно клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне, кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне, не будет жить в доме моем, поступающий коварно, говорящий ложь не останется пред глазами моими, с раннего утра буду истреблять всех нечастицей земли, дабы искоренить изграда Господня всех делающих беззаконие. Знаете, когда я читаю это слово, на меня так, знаете, идут по коже моей такие мурашки, знаете, идет по коже такой страх, идет по коже моей такая, знаете, вот промывание этим словом Божьим. Потому что, представьте себе, я мог бы сегодня говорить о том, что так любит наш Господь, Он заплатил за нас цену, но весь вопрос в том, что в жизни так не получается, в жизни проходят сплошные проблемы. И вот смотрите, если мы будем разбирать Слово Божие, кстати, я хочу сказать попутно, что мы планируем на следующий воскресенье, в вечернее собрание, сделать разбор слова. Мы планируем, чтобы нам перейти все же к изучению Слова Божьего. Недостаточно проповедей, которые мы сегодня говорим, нам нужно вникать каждый стих у каждое Слово. И потом он нас начат, но я думаю, очень мало людей в понедельник ходить. Поэтому пусть Господь поможет, что мы были готовы к тому, чтобы разбирать Слово Божие. Смотрите, здесь написано второй стих, говорит, буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне? Вопрос. Буду ходить в непорочности моего посреди дома моего. Знаете, на собрании можно как-нибудь перебыть собрание, как-нибудь скрепиться в душе, как-нибудь где-то сесть в углу молитвенного дома, как-нибудь, где-нибудь, знаете, закрыться, может быть, даже порой ухо закрыть, чтобы не слышать, чтобы спокойно быть. А лучше всего убежать в ту церковь, где об этом не говорят. Это Слово Божье. Но представьте себе, Господь требует сегодня от человека, чтобы ты и я вместе с вами, чтобы мы ходили перед Господом и где ходили в непорочности дома своего. Слава Богу. Слышите? Что требует Господь? В доме нашем есть несколько таких людей, особенно, в которых есть дети, которые наблюдают за каждым нашим движением. Конечно, у меня было десять детей, или я здесь уже взрослые. Но представьте себе, что за каждое слово десять пар очей они фиксировали это слово. У кого двое детей, четыре, две пары очей фиксируют твои поступки, твои дела, твои разговоры, твои действия и еще какие-то. Знаете, я думаю, что когда мальчику три года, представьте себе, то вообще укрыться в семье невозможно. Именно дети, они так подражают в это время родителям, что оказываются первые семена которые падают на почву наших детей, это именно семена отца и матери. И если кто-то хочет спорить со мною, то это не так. Семена отца и матери падают на почву наших детей именно в том месте, где мы находимся в нашем доме. Бесполезно детям сказать, ты не смотри мультиков, если они видят, как отец погружен в свой ютуб или какие-то другие вещи. Это очень трудно. Или как сегодня Матвейш сказал, но когда мы будем говорить о телегонии, я не знаю, даже такое слово, такое очень большое, высокое, я думаю, о том, чтобы смотреть телевизор и так далее, программы и так далее. Дитя не знает, что ты будешь смотреть, но он наблюдает и он обязательно копирует все то, что ты делаешь и что говоришь. Допустим, если замечаешь мальчик, я думаю, очень часто внимательно наблюдая за внуками, наблюдая за другими детьми, смотришь, что уже в три года начинается у ребенка проявляться качество характера. И человек, и отец, он обязательно должен наблюдать, что ж моим сыном, моим детятем проявляется уже в три года. Потому что если проявляется в три года жадность, то в 14 лет это будет камень, который ты не в силах будешь сдвинуть. Если у три года уже у мальчика проявляется противление встать на колени и служить Господу, то я сомневаюсь, что уже в 15 лет ты будешь загонять его розгой, если ты не добьешься, что дитя познало и полюбило Господу, чтобы она сказала, что Библия для меня это самая хорошая книжка. Вчера, вы знаете, я так не смотрю, у меня есть одна внучка, и она сказала, дедушка, вот у меня Библия, вот эта, она самая моя любимая книжка. Я говорю, ты благословенный, а слава Богу. Знаете, это не только, я не то, что уволюсь на это благословение, так должны дети воспитываться в Доме Божьем, в Доме Отца и Матери, потому что другого у нас пути нету. И если мы думаем, что мы их воспитаем в 14 лет, то мы уже глубоко ошибаемся. И дети наши куда-то исчезают. Смотрите, что дальше написано. Я хочу остановиться еще на одном качестве, которое иногда поражает наших детей. я хочу прочитать одну историю. Она очень трудная история, Священописание. Я думаю, что мне нужна сила, чтобы остановиться на этом Священописании. Хотя, может быть, иногда мы останавливаемся, но не так подробно. И вот первая книга Царств, вторая глава, 19 стих. Здесь так и написано, что «Сыновья же Ильи были люди негодные, они не знали Господа и долг священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел или в кастрюлю или на сковороду или в горшок и что вынет вилка, то брал себе священник». Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в село. Даже прежде, нежели сожигали тук, приходил отрок священнический и говорил приносившему жертву «Дай мясо на жаркое священнику, он не возьмет у тебя вороного мяса, а дай сырое». И если кто говорил ему «Пусть сожгут прежде тук, как должно, и потом возьми себе сколько пожелает душа твоя», то он говорил «Нет, теперь же дай, а если нет, то силой возьму». И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отращали от жертвоприношения Господу». Я думаю, очень писание, оно очень трудное. Как вам легкое это писание, нет? Вот представьте себе, как вы думаете, вот у Ильи эти дети были малыми, нет? Были малыми. Дети у этого человека они также возрастали и видели поступки. Я не думаю, что сам священник или обрал это, или так делал, но это была какая-то уже церковная мафия, которой ничего не оставалось. Представьте себе, пришли бы сегодня люди, и вдруг завели сегодня два молодых человека и сказали, послушай, ты будешь сегодня ложить на жертву? У тебя есть сегодня кеш? Или какая-то мелочь, представьте себе, они брали бы, спокойно сказали, нет, если ты мне не дашь, дай мне того, что ты приносишь в жертву, или я тебя заберу. Сила, и представьте себе, это не простое священное писание, это значит, настолько сильная была такая наглость вот этих молодых людей. Я сегодня хочу сказать, что представьте, что эти сыны воспитывались в доме человека, который служил Господу. Я очень страшно думаю об этом для себя и для вас всех. И представьте себе, люди не могли справиться, но грех этих молодых людей был сильным поношением. Откуда это взялось? И я, знаете, долго размышляя, думаю, мне пришли такие мысли, что братья мои, сестры, упустил или я, занимавшись церковными проблемами и другими вещами, упустил своих детей, когда они были еще малые. Я думаю, он очень легко улыбался, когда ребеночек говорил, послушай, папа, дай, это моя, это моя игрушка, это моя, дай мне, дай мне, это мое, это ничье, это мое. Ну, надо, сынок, ладно, ладно, сынок. И все то, ладно, он, знаете, пришло в то, что вот эти грехи этих молодых людей, они выросли в огромный грех, который стал соблазнять людей. Я это говорю для всех нас. Но я хотел еще коснуться одного вопроса. Знаете, Священное Писание говорит, что ясенья и жатва. Представьте себе. И мы иногда, может быть, мало размышляем об этом в нашем жизни. Но я хотел бы сегодня обратиться к тем людям, которые имеют пожилых людей, которые имеют отцов, матерей, отцов. Я хотел бы обратиться к тем людям, которые сегодня уже выросли. И совсем недавно мы имели разговор такой, что соседка жила в одного из братьев, соседка жила, и вот бабушка ходила такая, знаете, немножко сутуловатая, и сработанная. И мы думали, что в ней нету детей. Но оказывается, когда стали расспрашивать ее, то в ней, оказывается, дети есть. Но за все время, за все годы никогда не видели этих детей, чтобы они приходили там, почистили снег, что-то сделали там, позаботились. Но когда вопрос стал дома, какого-то раздела, тут же оказалось, что появились дети, появились родственники, появилось и что-то другое. Братья и мальчат, смотрите, вот кажется так, он увлечет одно за другое. Или, возможно, сегодня молодые люди, которые поженились, имеются детей, и им так трудно переносить у жизни, что рядом с ними находится седовласая женщина или седовласый отец, или какой-то другой. И, знаете, я так думаю, что если трудно переноситься, то помним мы, молодые люди, хочу вам сказать, помните, всякое пренебрежение седовласым отцом, матерью, бабушкой, дедушкой, которая, возможно, на палочки идет, это огромный грех, который делают люди в свое время. И в свое время дети твои или все другие, они будут поступать с тобой так же, как ты поступаешь со своими родителями. Это закон сильной жатвы. Так нет? Я думаю, что это так. Поэтому сегодня я хочу сказать, что на мне не было такой вины. Я хочу сказать вам, молодое поколение, среднее поколение, вспомните, что мы до конца дней имеем матерей, отцов, мы имеем заботу, мы никогда не освобождаемся от своих таких родственных чувств и привязаний. И пусть сегодня это слово, оно будет ко всем нам, что мы приняли его, потому что этим самым мы в нашей жизни можем зарабатывать себе кредиты на так же на нашу пожилую жизнь. Поэтому пусть Господь поможет. Я думаю, что все, что мы делаем, когда-то мы очень в наши те годы, когда мы по-простому так служили Господу, рассказывали такое стихотворение на свадьбах, как когда-то у одних молодых людей отца и матери там была отец и мать или как ему там по силочку на две части резали и накрывали его где-то в сарае. И так же отец однажды спросил сына, сынок, а как ты будешь поступать, когда состаруешься? А он говорит, а вот у нас эта дярушка мы ее надвое разрежем и одну часть я тебе буду накрывать там в сарайчику, как ты делаешь со своим отцом или со своей матерью. Мои дорогие люди, я сегодня говорю это слово, оно может простое, не сильно такое, но оно очень едкое слово, которое вонзается в сердце. Пусть Господь благословит, чтобы ты и я старались причесать мать свою, старались позаботиться о ней, старались привести в порядок, чтобы тебе было время собирать себе сокровища на небе, чтобы тебе было время собирать себе сокровища Господа. Потому что Священное Писание говорит, что Царство Божие что? Силой берется употребляющие усилия что? Восхищает Его. Поэтому, не имея больше времени говорить об этом, я хотел бы сегодня вместе с вами помолиться Господу. Я хотел бы помолиться, чтобы Божье благословение пришло на наши сердца. Ведь смотрите, не надо Господу много рассказывать, как я поступаю, не надо Господу много говорить, как я поступаю, но мне важно показать, как я делаю в моей жизни. Знаете, что будут поставлены люди, да, одни по правую сторону, другие по левую сторону Царства Божьего, да, и там будут те, которые делали добро, будут по правую сторону, которые не делали этого добра, будут по левую сторону, и там будет очень большое разделение. Но мы сегодня на земле. Послушайте, пусть это слово, оно не станет едким для нас, но таким, который, знаете, затрудняет нас, но это слово правильно. Сегодня у нас есть еще возможность поправить наш светильник. У нас сегодня есть возможность молодым людям, чтобы у нас не было разделения между старыми и молодыми. Знаете, мне очень страшно становится, когда люди говорят, в Америке идет очень большое разделение между старыми людьми и молодыми людьми, и мне кажется, это неправильно. Иногда слово английское «ю» заменило слово «вы». Знаете, наша культура, она имела очень много хорошего, когда мы уважали, когда мы любили старых людей, когда мы уступали место, когда мы открывали двери для старых людей, когда мы ишли по дороге, и это делают воспитанные люди в Америке. Но мы часто говорим, что вот это «ю» она заменила вы, но это неправильно. Мы должны оставаться теми людьми, которые идут по священному писанию, которые любят Господа, которые воспитанные, которые любят своих родителей, которые ценят живыми людьми и так далее, пожилыми людьми. Поэтому пусть Господь поможет нам в нашей жизни, чтобы Божье благословение не отнялось от нас. Давайте мы сегодня поблагодарим Господа, склоним колени, проставим Его и попросим дать нам мудрость и силы.